Добро пожаловать мальчишки и девчонки, с вами ваша девочка-волшебница Невермор, и мы возвращаемся в наш каньон безумия, к любимым Санчезу Смиту и Джерри, а особенности к Монолиту, который все так же потихонечку гудит и спускает страны тентакли из земли и всячески требует, чтобы его изучили. Исучить-то мы его изучим, да и кодекс наполняется должен, прямо скажем, быстрее. На данный момент мы знаем только сам Монолит, деревья-предвестники, упыря Джерри и взглядократа, который долго не прожил в нашей лаборатории. Исследования требуются, даже Санчез сам чувствует, что исследования нужны, но зима все же ближе, чем исследования. И пускай мы запустили хоть какую-никакую, но энергоустановку, на всю зиму этого может не хватить, и нужно лучше подготовиться. И хотя бы обеспечить себе тепло на ту же зиму. Смит, как наша главная строительница, уже набросала небольшой план, где будут ставить здания. Две маленькие аккуратные комнатки, спартанского вида, отапливаемые хорошим рабочим паровым гейзером. Но вот так беда-печаль, строительные материалы уже немножко закончились. Ну а строить из дерева, находясь в прелестной близости от Монолита, да и прочих его разных порождений, будет не самой лучшей идеей. Гораздо правильнее, и это, думая уже на будущее, будет начать перегораживать каньон. И это вполне нам по силам, так чтобы не закапывать в гору, скрыть Монолит от глаз всех приходящих и уходящих. А это потребует некоторой переработки материалов, но, к счастью для нас, Смит как раз освободилась от починки старого здания. И вполне готова немножко переключиться на другой род деятельности. Её тентакль настолько хороший, зелён, что местами может превращаться даже в неплохую кирку, как оказалось. Пока что не настолько натренированную, чтобы проникать в самые узкие и неразработанные отверстия. В каменной стене, конечно же. Но в поисках стали для застройки кухни и постройки кухонных и стеллажиков, Смит сделала удивительное открытие. Сталь-то она нашла, а ещё нашла обломки древнего экзострайдера, который явно мигает и что-то там внутри есть. Глазно же герой уже цеплялся за этот участок. Когда-то здесь была древняя посадочная площадка, и возможно именно с неудачным падением или приземлением и связана судьба этого экзострайдера. Древний механоид разбит на части, но как ни странно, местами он всё ещё работает. Отдельные его части излучают энергию. И вот так совпадение. Мутация Смит, этот самый тентакль, смог засечь даже вибрации энергии. Хотя казалось бы, сам он органический, а экзострайдер очень даже железный. У Санчезака профессионала многих дел, возникает сразу же здравая мысль. Экзострайдера стоит разобрать, или точнее демонтировать самым из возможных способов, и извлечь из него работающие компоненты. Идея хорошая тут же будет реализована. Ведь в случае удачи, там можно будет достать ещё что-то целое. Но подолбав твёрдую металлическую обшивку час-другой, Смит поняла, что это не про неё. И кое-как знаками, но пояснила упырю Джерри, что от него требуется. Похоже, какие-то остатки разума у него всё же сохранились. Да и в деле уничтожение у него тоже явный талант. Конечно, по своей глупости он не успел сбежать от взрывающегося механизма. Но тут же товарищи и бывшие коллеги могут им помочь. Ну а регенерация не должна бы потерять важные органы. Сверх того, даже огонь, похоже, от него уберёт его мёртвое и сродованное тело. Но ожоги исчезают просто на глазах, замещаясь всё той же отрадной плотью. К слову, огонь – это одна из немногих вещей, которая этому упырю понятна. И пускай теоретически он не способен к тужению пожаров, фактически он очень даже уверенно это делает. Чуть было начавше селёстное прошествие, закончилось даже по сути не начавшись. Но из-за обломков экзострайдера удается извлечь неполезные детали, как хотелось бы, и даже не стальные конструкции, пригодные для постройки. Нет, там оказывается внутри мигалорабочий передатчик механоидов. И Санчес, только-только взявшись от исследования солнечных энергопанелей, тут же решается расшифровать его сигнал. Стоит ли удивляться, что сигнал шёл прямо в космос? Туда, где на орбите висел осколок корабля древнего космоса? Судя по серийному номеру на данном приборе, корабль там висел чуть ли не со времён установки самого монолита. Столь древний и столь интересующий. А главное, если нам повезёт, содержащий тело древнего же механитра. И кто мы такие, чтобы отказываться от такой возможности? Представьте себе удивление и Санчеса и Смита, да что там даже Джерри, когда корабль древнего механитра падает не где-то, а из всего огромного каньона нашего безумия, выбирает точку, максимально близкую к древнему склепу. Совпадения сказали бы многие. Не думаю, сказали бы наши герои. Ну а разобраться с маленьким охранным тессероном и того не составит проблем, даже не смотря на его мощный гамма-лазер. Оружие-то, конечно, неплохое, но против мёртвой плоти Джерри, какая-то гамма-радиация уже точно не играет. И всего парочка ударов, и механическое существо ложится мёртвое. Тем же лучше для нас, и лучше во многих смыслах. Разбитый корабль мы заберём с собой, разберём на части, используем для постройки. Ну а тело древнего механитра мы его очень даже используем. Отдельные его части заметим. И даже не стоит удивляться, почему именно и сам механитр помер, и посланный им экзострайдр разбился. Это был юноша, мальчик всего 14 лет, неизвестно, как получивший силу механитра. Тем хуже для него и лучше для нас. Ведь через столетия, даже через тысячелетия, он принёс нам хоть какую-то на помощь. Безумие монолита, конечно, захватывает. Психийная зависимость, зависимость от дыма листа, и многочисленные шрамы. Всё это влияет на разум Санчеса. Тем интереснее будет добавить к этому немножко механической заразы и установить мехлин к себе же. Ну а в качестве маленького бонуса, с орбиты, к уже остывшему и слевшему телу, приземляется ещё и строительный дрон, теперь под контролем нашего доктора Санчеса. Малая помощь, да и заряжать мы его особо пока что не можем, но хотя бы такая помощь, на 20 минут работы в день, и то какое-то приключение. Что же от древнего механитра, то нет, он был слабый, его отдавать почести никто не будет. Ну а ещё один его череп станет просто украшением, ещё одной маленькой добавочкой в нашей лаборатории. Да и то, за всем этим делом мы не обратили внимание на одно маленькое существенное событие. Рисик, посаженный ещё в прошлом эпизоде, наконец-то дал свои плоды, первое, и вкупе с одним другим подбитым оленяшем, мы наконец-то можем готовить нормальные съедобные блюда. У Смит получается очень даже не очень, особенно учитывая, что к Смит готовке не особо пригодно. Но её небольшое возмущение и матерное слава в сторону Санчеса передобавляют к их мазохизму и в чём-то даже радуют обоих. В любом случае, стресс-стрессом на зима набегает и стоит гадаться более основательно. Запас еды у нас уже есть, количество строителей увеличилось вдвое. Тем лучше будет быстрее закончить кухню и начать переработку новых ресурсов для дальнейших построек. И нет, логично размыслив и смотря в будущее, наши герои понимают, что простая сталь это временное решение. Стены из неё пускай защищают, но довольно-таки слабы. Особенно слабы будут, когда нужно будет содержать новых монстров. И да, монстры здесь довольно сильны, так что как бы не хотелось быстрее всё соорудить, придётся несколько изменить порядок и начать обработку имеющейся здесь же кусков гранита. Вручную, понятное дело, что само по себе не радует учёных Санчеса и Смита. Но поскольку в Каньоне Безумия они здесь одни, то их мнение может выслушать только Джерри. Ну а тот упырь и в общем-то ничем, кроме наполнения желудка, не интересуется. Ну и конечно же не будем забывать, что время от времени Танчет возвращается ещё и к исследованию самого монолита, являющиеся ему символы и понятия далекие от суровой реальности. Но тем не менее, в его разуме они укладываются одно за одним, как будто всегда там были. Буква за буквой, образ за образом, его понимание ширится и углубляется. И теперь уже понимание изоляции тварей, что порождены монолитом, приходит к нему сильнее, грозить перерасти в новой концепции приборы. Ну вот, так удивительно, друзья, одновременно с этим изучением, одномоментно, снащившисься грозой, молниями, с восточной скаранной каньона, к нам приближается кто-то. Какая-то вроде бы женщина, что слепо придёт среди деревьев. И присмотревшись внимательно, наши герои понимают, что действительно слепо. Глаз у этой женщины нет. Это в её-то юном возрасте, плюс-минус 26 на скидку. Весь эфир говорит за то, что она как будто сбежала из какой-то секты и идёт прямо к нашему дому, чтобы поговорить. Но не в этих условиях, далеко не в этих условиях, вести с незнакомцами такие разговоры. Один на один уж точно никто не будет общаться. Ведь пускай те порождения монолита, что мы уже видели, страшны. Никто не говорит, что они могут меняться и маскироваться. Мы поговорим с ней. И первым, что она спрашивает, это разрешение присоединиться к нам. Нас своими пустыми глазницами словно взирает на нас, еле стоит на ногах и умоляет принять её поселение. В обмен она обещает поделиться своим мощным даром и обещает опирнуть его на пользу нашей научной станции. Она, оказывается, умеет деформировать плод различных животных, превращая их в куски мяса. Конечно же, она клянётся, что использует это только в кулинарных целях. Но всем же понятно, что если пуму или целую лошадь можно разделать на мясо одним велением мысли, то что же мешает так же поступить человекам? Она может принести пользу поселению, но и Смит, и Санчес, и даже безмолвность Джерри чувствуют, что что-то она не договаривает. Тем интереснее будет проверить, что именно. Ведь даже если она одной из порождений панелита, одной из порождений пустоты, наш лабораторный журнал жаждет наполнения. Поэтому мы временно примем её, хотя и будем внимательно за ней наблюдать. А то и лучше. Проведём её хирургическую диагностику и поищем в её теле что-нибудь странное и непонятное, чтобы точно быть уверенными, что она никому не угрожает. Не самое лучшее действие с точки зрения гостеприимства, ну уж чему-чему, а Санчес научился в лаборатории, что техника безопасности в первую очередь. И пускай медицина не совсем его профиль, он всё же попытается найти что-то не то. И пускай условия были ужасны, да и то породили шанс заражения, Санчес всё же провёл обширнейшую хирургическую диагностику и заметил слабую, но болезненную псевническую ауру. Её источник это явно Ежов, наша новая лаборантка. Но опять же, недостаток знаний в медицине не позволяет Санчесу понять, что именно вызывает такой эффект. И досконально сказать, человек для она или всё же маскирующийся монстр тоже не удаётся. Опасно ли оставлять её просто так в общей комнате? Пожалуй, что да. Поэтому и отселят её отдельно, да мне рисковать лишний раз возможным заражением. Другое дело, что даже если мы и не верим, то работать она всё равно будет обязана. Зима, знаете ли, близко, ближе, чем хотелось бы. И хоть что-то для подготовки и придётся делать. На данном этапе это будет охота. И пускай ты немножко рискованно, Санчес даже пожертвует своим дробовичком. Временно, опять же, пока местные животные не разбрелись отсюда кто куда, опасаясь холода. Конечно же, охота слепой женщины звучит сам по себе интересно. Ну, как-то же она одобрела до нашего каньона. Так что, псионика её, в чём-то да, ей поможет. Ну, а судьба или монолит дарит нам новый интересный шанс. И вот тут мы точно воспользуемся им. Неподалёку, чуть восточнее в каньоне, приземлилась транспортная капсула, которая перевозила голодного и агрессивного упыря. Стоит и удивляться, что упала она практически точно над монолитом. Итого интереснее, что упырит и упавший до жути напоминает нашего бывшего члена экипажа с корабля, Бута. Похоже, и его не пощадило страшное излучение. Ну, или пощадило, если позволило выжить и через несколько витков по орбите забросило сюда же. К сожалению, он не был рядом с Санченом Смитом, когда приземлялся. И сразу мы его стёрли с любой привязанности. Бут враждеен к нам, но в любом случае нам послужит. Скованный по рукам и ногам запечатанный, он теперь тоже доступен для изучения. И тем же лучше для нас, ведь с ещё одним монстром скорость изучения увеличивается в два раза. Другое дело, что со вторым упырём, не стоит забывать и о первом. Так и мы немножко забыли посмотреть за Джерри и направлять на его на охоту. И вот он укусил дикого яка, а яка уже бьёт его самого. Впрочем, сил в жире уже поднакопил, так что даже як ему не противник. Но время-то, время в любом случае не стоит на месте. И вот уже зима потихонечку вступает в свои права. 15-е июгу станет знаменует переход от лета к осени. И наружная температура в нашей тундре снижается разительно. Не тоже приятных плюс 20, и даже днём окружающая среда не прогревается больше плюс 15. Но чужие того хуже. Иногда случаются заморозки. И тем быстрее предстоит работать и коллективно переключиться на обработку грубого камня. Точнее надо было бы, но опять же наша новая пополнение с албаранкой ежов вдруг впадает какое-то странное дивное состояние. Она теряет связь с реальностью, начинает бормотать не вести о чём и просто не реагирует на внешние раздражители. Даже непонятно, что послужило такому. Хотя чего уж там удивляться, но послужило вполне понятно. Ещё крохи знаний вытекают на Санчес из монолита. И теперь он полностью понимает, как именно нужно содержать тварей, как именно их нужно изучать, чтобы не повредить их в процессе. Он понимает, что тварей можно использовать несколько иными способами. И тем интереснее, что хорошо сцеплённого и скованного монстра можно использовать даже как источник энергии. Подключив особые провода в определённые точки на его теле, можно получать простейшее электричество. Но и условия содержания должны быть лучше, ведь тваре это явно не понравится. Другое дело, что и не электричеством в едином тваре богаты. Монолит как-то странно меняет тела живых существ, превращая их в монстров. И тот самый биоферит, осколки которого упая рядом с нашими героями, его можно вырабатывать искусственно, точнее, отсасывать из пленённых существ. Понятно, что это потребует больших изучений, но, скажем, тоже сдерживание тварей мы можем организовать сразу же. Базовый электроингибитор, особое устройство, излучающее псеническое поле, сдерживающее и ослабляющее нейронную активность твари. И осколочный ингибитор, заставляющий резонировать тот самый тёмный архаосколок, который мы тоже нашли. Качество сдерживания будет ещё больше, хотя для установки обоих приборов придётся провести маленькую перестановочку, ведь базовый ингибитор просто немножко не влазит. И, наконец, с очередным рассветом осень вступает в свои права. Холод сковывает окружающее пространство, в скорости пойдёт снег, но к этому хоть как-то оно уже готово. Так что та же ежовка, когда вернётся сознание, всё же перейдёт к переработке камней и немножко отвлечётся от охоты. Ну а что же до монстра, то действительно действует на него сдерживающая окова. С установкой только базового излучателя качество платформы увеличивается до 200 единиц, а с ингибитором и того больше, ещё на 20 пунктов. Тем хуже, что монолит в это время насылает на нас странное затмение и тьма накрывает весь каньон. Уж слишком много совпадений происходят в последнее время и слишком страшные они. Тем быстрее нам нужно работать, чтобы сохранить не только нажитое, но и жизни свои сами. Ну а для пущей надёжности уж то, что ожилище свои будем мы строить как минимум из гранита, совсем не отрезая опасения о воду возможности набегания монстров. С другой стороны затмение проходит так же быстро, как и начинается. Ну маленький осадочек в глубине души остаётся. Ведь ну совершенно точно не может сопать и затмение, и нервный срыв уезжов, и падение метеорита из цельного куска нефрита. Такое богатство да чуть ли не нам не на голову. О да, похоже монолит всерьёз взялся за наших героев. И всё больше и больше Санчес погружается в его тайны. Так и сейчас был достигнут новый шаг прогресса. неожиданно, как будто озарение на Санчеса снижает видение. Теперь он считает, что монолит это проводник всей энергии, связан с каким-то удалённым источником, но сказать где именно, когда именно, или что именно это такое пока сложно. Санчес разумно полагает, что изучив больше таких аномалий, мы сможем разорвать ту связь или наоборот научиться её использовать. И тем лучше, ведь понимание стало его глубже, и быстрее будет он получать новые знания. Вот только стоит замахнуться на что-то великое, как простая банальщина отвлекает Санчеса от грандиозных деяний. По рации с нашей лабораторией связывается некто. Некто по имени Виндуэт. Она бежит и говорит, что ей преследуют местные дикие племена. Бедняжка умоляет о помощи и желает присоединиться к нашему поселению. И ладно бы Санчес и Смит отмели бы это предложение, отбросили бы эту просьбу и даже не реагировали. Но Ежов, хоть и слепая, но хорошо слышащая, умоляет этих двоих проявить милосердие. Действительно опасная ситуация, ведь заезжая женщина гонится три берсерка, один воин и три изгоя. Ну куда деваться? Ну раз уж Ежов просит, то так и же быть. В этот раз мы согласимся. Не то, чтобы нам так нужен был новый Валзатый Ксенос, но отказывался поздно, ведь враги уже здесь. И пусть в Варушино это не довольно примитивно, но много их это то, что пугает. Действительно придется гораздо осторожнее. Настолько осторожнее, что Виндует даже применит расовую способность своих сородищей, призовет местное животное себе на помощь. Другое дело, что местных животных тоже не актив. Да и медведей мы сейчас, скажем, не тренировали, себе еды не хватало. Но хотя бы того же боевого яка, хоть как-то но мы используем. И то будет небольшая польза. Варушино однако же, медведь пускай не тренирован, но оказался полезен. Да и дробовик рука Кузанчеса сыграл не последнюю роль. Повезло так повезло, что сказать. Да и упыль Джерри теперь не останется голодным. Ну а что до парочки выживших, то заметим, что у нас все еще приближается зима. Поэтому выжившими они будут явно недолго. Нет, конечно же, они могут попытаться уползти. Но куда же они денутся с порванным всем в исполнении нашего черного мишки? Новые черепа пойдут к монолиту черепов, и новые тела лягут удобрять наши прекрасно цветущие деревья плоти. Эти некая идея хотели поглумиться над нами, а теперь нашу упыль поглумиться над ними. Да и другие неприятные мелочи дают о себе знать. Зима, которая была близко, наконец-то здесь уже, и даже в комнате температура всего лишь минус 6 градусов. Но при наличии всего лишь одного генератора, топить электробагривом будет излишним. Впрочем, с этим вполне могут помочь наши соседи, присылающие сообщения из недалекого поселения. Подозрительно, но их великий вождь желает отправить своего посланника, чтобы он побыл у нас, изучил наш как бы быт. По крайней мере, так говорит посланник. В обмен он готов предоставить решение многих наших проблем. Малую вонометрическую ячейку, пускай генерирующую немного, но приемлемой энергии для освещения и отопления база. Другое дело, что синий гадяй явно поздно ли про монолит, про нашу прелесть и тоже хотят приобщиться к его силе. Сомнительный выбор, но нужда пока что велика, поэтому мы согласимся. Работать послание конечно же не будет и будет только отдыхать, но и мы-то райских условий не обещали. Хотят они изучать монолит? Получат они это, поселившись в одной комнате с упырем. И пусть потом не жалуются, что их не приятеля встретили. Мы даже в вечеринку вообще закатили. И ту с традиционным прекрасным ордобоем. Вот только некогда акула была не единственной гостью, которая к нам пришла. С востока, голодные и явно злые, приближается отнюдь неживое создание. Ходящий скелет, полуоблезлый токин и то, что когда с большим трудом можно было назвать человеком. Шамблеры, бродящие зомби, как их назвал Санчес. И тут же впал в растерянность, ведь даже он не ожидал, что когда-нибудь в своей жизни увидит настоящих зомби. Но делать нечего, придется отбиваться, если они двинутся в нашу сторону. Пока что, впрочем, они более стабильны и стационарны, а мы можем заняться другими делами и определиться, чем же будет заниматься Виндуэт. Вот только явно не растениями Виндуэт хочет заниматься. Лишь немного понаблюдав за исследованием Санчеса, лишь чуть-чуть крашкам бизинчика, прикоснувшись монолиту, она вдруг тоже увлекается пустотой и хочет получше изучить ее с помощью особых ритуалов, о которых она слышала. Под сказом этой волосатой женщины ритуал воздавания к пустоте помогает искать и захватывать новых тварей и все шире понимать аномалии, заодно и получая Биуферит как награду. Конечно же, точных слов призыва она не знает, но это уже мелочи и частности. И как только Санчес придет в себя, он вполне может с этим определиться. Тем более, что базовое направление Виндует ему таки выдала. В любом случае, уже через день-другой Санчес возвращается в нормальное состояние. Относительно нормальное, ведь первым, что он делает, это записывать свое понимание исследования Биуферита и сбора его. Переходя, пускай хочется продолжить исследование ритуалов, все же к разработке желчных батарей. Темное создание чудесно и интересно, но и о базовых потребностях забывать не стоит. И Санчес и Смит могут наконец-то переехать в новое обиталище. Не очень комфортно, но то, что нужно для настоящего еще нового исследователя. Ну а с установкой нормальной вентиляции там еще и тепло будет, это самое главное. А ведь каждая следующая весть все лучше и лучше. Во-первых, не мертвые ушли, точнее, были уничтожены. А во-вторых, уничтожил их караван торговцев оружием. Пускай примитивны, но тем не менее, хоть каким-то оружием нам стоит обзавестись. А заодно решить еще одну маленькую, но насущную проблему. С нами связывается, не поверите, империя. Та самая империя, чья императрица и отправила нас в эту экспедицию. Другое дело, что задания у нас очень секретные и рассказать ни рыцарю, ни Йоману, ни даме, ни с Телархом и не можем об этом. Но можем помочь и в будущем от этого получить свои дивиденды. Тут так случилось, что рыцарь, условно скажем, рыцарь, попал в довольно деликатную ситуацию. Гуляя по лесу, мягко говоря, разозлил красную панду. Но, конечно же, чувство приличия, мы не будем говорить, какое именно место он разозлил эту красную панду. В любом случае, животное хочет отомстить, а мы это можем сделать. Чем не повод Санчесу подняться не только по научной стезе, но еще по новому имперскому ранжиру. А нам-то и нужно всего подождать, пока за рыцарем прилетит новый щелнок. Да и животное не то чтобы страшное. Всего-то две стрелы и панда заканчивается. И в тот же миг прибывает и сам челночок. Теперь при желании Санчес может получить официальные документы, подтверждающие что он ебан империи. Но пока что все же стоит разобраться с караваном. Смит, пускай в мотанской наружности наш лучший оратор и спикер. Ед и в карты в руки. И пусть брать тут особо нечего, но мы вполне можем продать трофеи с нашего последнего рейда и закупиться, если не оружием, то хотя бы пимиканом. Ведь еды много не бывает. Копи серебро сейчас не актуально. А вот еда в холодную зиму пролежит подольше. Да и по поводу перо снега и кондиционер на кухне можно отключить, поскольку они нам пока что долго не понадобятся. Другое дело, что планы планами а темный монолит манит и зовет. Как бы не хотел Санчо заняться чем-то полезным вроде панелей, но нет, его просто тянет к этому странному сооружению. Лишь раз услышав о темных ритуалах, эти знания сами возникают в его голове. Все больше и больше и больше и вскоре новые возможности тему откроются. Еще пара денечков и начнет своим визитом новый шаман торгуют. Похоже, каньон пускай и безумен, но довольно-таки проходимый. Странно, что на монолит до нас никто не обращал внимания. Похоже, это сооружение лишь на нас и ждало. Да, как ни больно это признавать, но торговать нам абсолютно нечем. Но потому придется отказаться от любых возможных обменов и сосредоточиться на новых возможностях, что открывает нам пустота. Точнее, что мы можем открыть ее и воззвать к ней, проведя ритуал. Пугающая, заманчивая возможность, от которых разумные люди отказались бы. Но ту глупцы, которые никогда не понимали Санчеса. Но ведь задание от императрицы было четким и ясным. Познать тайны местной аномалии. И так мы и сделаем. Для усиления ритуала еще и воспользовавшись местным деревом души, что усилить эманации произносящего заклинания. То, как не Санчес, главный ведущий и остальные ему в помощь. Даже акула, желающая понаблюдать за нашими традициями. сама реальность исказилась. Что-то явно произошло. Призыв пошел, импульс испустился куда-то в неизвестность, возможно призывая темных тварей. Кровавых, темных, мерзких, похожих на какие-то дисморфированные туши. И даже не подобно, были ли они как-то людьми или сразу родились из неизвестности такими. Их тела испечрены ужасными шипами и очень даже похоже, что этими шипами и будут плеваться во все стороны. Впрочем, их объемности жировой складки дают понять, что в ближнем бою они не будут очень сильными противниками. Опять же не наша проблема, точнее не совсем наша, ведь караван так и не надумал уйти, и это была другая их персональная глупость. Одно за одним создание падает с ног или того, что заменяет им ноги. И вот так интересно, ведь если одна из твари полностью убита, то две других имеют потенциал к некоторому сохранению. И Санчес лично поместит самую жирную для дальнейшего изучения. Ну что же до двух других, то вот так интересная мысль пришла в голову нашим героям. Такие огромные горы плоти, пускай мутантской, но все же плоти, но поскольку людьми они скорее всего не являются, то почему бы не попробовать их на вкус? И да, возможно эта идея была дарована монолитом, но как ни странно никто из живущих в нашей лаборатории не стал перечить. И каждый согласился попробовать. Довольно занимательный вкус, и Смит лично это подтвердила, испробов блюда первой. И пускай это трудно отразить цифрах, но даже вроде бы с энтузиазмом от работы у Смит повысился. Еще парочка новых комнат вырисовывается, и еще двое из лаборантов перейдут в новое жилье. Но поскольку дело это не быстро, то на этом месте мы сделаем маленькую паузу, а продолжим уже в следующем эпизоде. Пока что я